Мороз подкрался незаметно. После по-осеннему теплых новогодних праздников ударили настоящие русские морозы. Ивановцы к температурной атаке оказались готовы. Теплые куртки и шапки спасают на улице. Обогреватели в квартирах. Но если в городе люди в безопасности, то на загородных трассах, если вдруг что случится с машиной, водители беззащитны перед холодом. На этот случай по дорогам области кочуют вот такой мобильный пункт обогрева. Здесь автолюбители могут погреться, зарядить мобильный телефон. Здесь есть аптечка, первой помощи и даже горячий чай. По-моему прочему, у нас развернутся и пять стационарных. У нас есть пять стационарных полученцев на дорогах. И поэтому данный мобильный пункт обназначен, когда у нас включается автоматство на федеральных трассах. Там будут возникнуть заторы, какие-то сложные дорожные условия. А для того, чтобы быть в курсе дорожной ситуации, спасатели всегда на связи с дальнобойщиками и готовы в любую минуту прибыть на помощь попавшим в беду. Однако холода продержится недолго, уверяет гидрометцентр. У нас мощный циклон уже перемещается, уже переместился через территорию нашей области. Центр уже прошел. И пик холодных температур у нас уже закончился. То есть у нас был период, когда у нас среднесуточные температуры превышали климатическую норму на 7, даже в некоторые дни на 12-14 градусов. Но этот период уже прошел. Сейчас центральная часть циклона прошла, и мы находимся на его северо-западной периферии. То есть температура будет постепенно, морозы будут ослабевать, температура будет повышаться. Вот сегодня еще холодная ночь, а с завтрашнего дня объекция тепла будет прослеживаться и температура будет постепенно повышаться. Уже в понедельник температура воздуха приблизится к климатической норме, а значит, крещенские морозы ивановцы стойко перенесли. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова.